раз-два-три-четыре-пять собачек поместилось мишка пойдешь туда же? он туда уже не помещается а? систему? нет, я сейчас буду делать, я же переделся буду внутри, а если дождик как раз, и от солнышка, а я от дождь мученик тогда не обязательно, чтобы всегда забыть, а не другая собака но в любом случае от солнышка-то закрывает? что, что? то, что я отрезала, я сейчас прикреплю парабины одну часть, которая была, как я ее оставляю, вот эту часть отрезаю теперь я хочу, вот это же от этой коляски, я конечно из темной, что я купила, хочу ее прикрепить сюда, то есть я здесь, вот тоже коляски вот, 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 вот вот, 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 вот quanto? я буду прикреплять не нажать вот так вот, вот вот, 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 вот так вот так вот вот так вот 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 я буду и krit diu там, тут очень интересно мишка при я ярмаром вот очень softer Regarding Еще раз, значит, я булаком пока временно все закрепила, чтобы примерно понятно было, как все задумано. Карабину пока тоже вот так булаками, потому что это что-то должно быть отстегиваться, и все что-то можно будет оттянуть. И теперь еще нужна нижняя часть, тогда получится, что на ней будет крепиться все остальное. Дальше протянула я для вот таких же защелок внизу. И с этой стороны так же. Сейчас будем отрезать. И потом займемся замерами этой штуки. Мне нужно взять, взять, или не рискань. Я же была к высоко. Поличного дня была, она очень качественная была вот такая. Сейчас примерно по-менее, как у формы не должна быть. Из этого я всю не истрачу, но мне нужно приберить. Будет ли она резаться или не рискать, потому что я сподняю. Если повезет, то еще на другие косаники, потому что башок очень качественный. Так, взять, значит, подтягиваем. Вот так, если здесь будут застежки. Я еще не решила, какие. Еще раз продублирую. Вот здесь вот тоже будут застежки. И тогда должно получиться прям хорошечно. И сниматься она будет и не жесткая. И если облокотится собачка, ничего страшного. Здесь надо как карманчик для того, чтобы собачка отсюда не выпала. Да. Получается вот так. Я не знаю, нужна ли вот эта штука. Скорее всего, она не нужна. Потому что нужна. Ну и сюда. Мне кажется, она только место ворует. Посмотрим. Пока не отрезаем до последнего. Поскольку я всегда боюсь неровно отрезать или что-то не рассчитать, я взяла нетканный материал. Я думаю, он на подкладку еще может быть подойдет. Я думаю, что поплотнее можно сделать. В принципе, любой укровной материал может также заменить эту штуку. Для огородов впадается в экспрессию. Может быть, у вас не нужна какая-то ткань, которая синтетического происхождения есть, которая не промыкает. То есть, чтобы она не впитывала воду и запахи. Можно медицинскую клеенку взять. У меня вот дома был вот такой фотофон, который не советую никому покупать в рулоне большой. Фон черный. На нем, я не знаю, только картошку раскладывать. Поэтому он у меня много лет стоял на балконе. И я решила, что сейчас вполне себе пришло его время. Если хотим еще что-то плотнее сделать, да, то мы можем в несколько слоев его проклеить. Получится очень плотная материя. Но мне сильно плотно не нужно. Так, можно теперь тоже самое сделать на тканях. А, внизу я решила пустить ткань. Все то же самое. Так. Ну, может, как-нибудь поможем? Молодец, молодец, поможет. Поможет. Так, левка. Клей-кандаш. Лежите. Клей-кандаш. 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 Дальше я сразу продела верхнюю ленту. Вот эту штучку. Потому что мне надо, чтобы она сидела внутри плотно. Поэтому я ее сделала чуть-чуть узковатой. Но зато она будет очень там внутри плотненько сидеть. И за счет этого будет много плюсов. Так. Продела. Дальше. Дальше мы ее пристрочим. И не забываем, что нам надо пристрочить в основе еще несколько. Ну и хорошенько там же пристрочиваем и сразу в литке. К внутренней основе пристрочила в защелке. Можно еще клеем проклеить. И сейчас на нижнюю части подгибаю под резинку, чтобы у меня минимально было швов на внешней стороне. Просто беру и прострачиваю. Извините. Безинка у меня такая очень тонкая. Поэтому. Вот что у меня получилось. Я пристрочила с двух сторон это нижнее. А верхнее, где будет лицо, там продета полностью стропа внутри. И пристрочила для резинки нижний край. Это мы сделали внутреннюю часть. Теперь я подгибаю края нашей прощевки, которая внешняя. И дальше будем уже проделывать к со мной ритму к внутренней части. Дети успят уже. Теперь сшиваем сложную тему пополам. И по нижнему краю мы ее сшиваем. Вот так вот мы нашли два края. И потом отметим, где у нас пристрочили. Для того, чтобы прострачить часть, где пристрочили нет. Получается вот так мы сшиваем. Вот у нас обработаны два края. Теперь не перепутайте, где низ, а где верх. Вот у нас вот эти штуки. Это низ большие, а верх маленькие. Берем наш, где мы пришивали вместе, это низ. А вот это верх. И так обложку взяем. И так, чтобы все-то здесь было начало. А все остальное будет на ошибках. Вот так. Сначала на 3-динку. И давай вставляем. Угу. Хе-хе-хе. Помог, стоп, помог. Ши, церковь, ши. Ты молодец, помощница. Саша, у тебя, что ты, как говорится... Слушай, вот это. Вот это вот. Вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Дальше мне нужно поделать карабину. Вот. Больше час карабины, когда я срезала сумок. Дальше мне нужно поделать столько, на сколько я рассчитываю собак. Вот это вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Для проверки сажаем собачку, здесь у нас литочка, в целом парапинчики сделаны, чтобы притянуть, если что я их поменяю. Ну и осталось проверить, как она складывается или в деле. Вот здесь надо будет потуже, но обратите внимание потом. Че, как тебе коляска, Мус? Мус, как коляска тебе?